приветствую вас дорогие друзья готовлю себе завтрак я взяла вот этот хлеб который принесла из церкви и собираюсь приготовить завтрак я использовала air fry опцию она с одной стороны такая хрустященькая с другой стороны мягенькая получилось думаю продолжу на всякий случай делаю два хлеба потому как может владик будет кушать я еще не знаю чем он будет завтрака обедать он конечно уходит начало шестого утра ну где-то так пол шестого приходит около 10 на обед потом у него перерыв потом опять он идет на работу такой график он конечно будет выбирать что он будет сегодня в пятницу кушать возможно еще поезд свой этот суп горяченький творог или хлеб я вам себе авокадо приготовила но он авокадо не очень любит в общем посмотрим подсушилась хорошо в принципе можно и не покупать эту тостерную машинку до то страницу потому как и так все везде заставлено всеми этими приборами даже некуда и ставить ну в общем сказать она мне не очень нужна вот и все поэтому я и скорее всего его ее покупать не буду вот друзья обед у нас владик кушает тоже сделал творог себе так как он любит вот эти тосты с маслом мясо с яйцами вареными мясо уже надо доесть вон оно все обветрило а я сделала тоже творожок только с яблочным вареньем тост с ореховым маслом потому что там белки и чай нам приятного аппетита кто с нами кушает тоже приятного аппетита здравствуйте друзья сегодня пятница я опять с вами так как у меня реалити шоу я ничего не подчищаю перед тем как собираюсь снимать сейчас покажу вам абсолютный бардак на диване а как он получился у меня сушка не электрическая нет а сохнет мое белье на такой большой вешалке на колесиках которая стоит хорошую погоду на улице то есть летом осенью даже и зимой она там стоит да чуть я говорю то она у меня стоит на улице а когда мне нужно посушить белье я ее заношу развешиваю белье ставлю возле отопления откуда войдет теплый воздух и белье сохнет моментально а вот другое дело а когда мне его складывать надо меня это все иногда напрягает она у меня сегодня третий день вот тут валяется да просто вот так скопом все и валяется да потому что я была занята яблоками я была занята прогулкой такая прекрасная погода и сегодня опять хорошая погода опять холоднее но прекрасная погода и мне нужно будет ехать в магазин мой любимый family dollar вчера я ездила ездила и забыла купить пластиковые дозочки для того чтобы свое варенье яблочное выложить и поставить немножко морозильник немножко в холодильник если дочке понравится они будут на следующей неделе у нас на выходные то я ей дам вы знаете я бухнула много сахара туда чуть я не рассчитала я добавляю буквально ложечку вы сегодня видели я в творог добавила буквально ложку и она подслащивает солоды те кто кажут дуже добрые ну и теперь друзья сейчас буду разбирать не я гладить не собираюсь не 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 никогда в жизни я уже тут десятилетия ничего не глажу на каждый день а только если нам надо было куда-то пойти и допустим в русский ресторан в бруклине за всю свою жизнь там может быть пару раз ходили на день рождения родственников ну что я владику рубашки подглаживала брюки а у меня все такое что мне и гладить не надо нет нет в америке практически никто не гладит ничего не а зачем гладить если делают такие вещи что и наглаживать не надо но владика работа не связано с постоянными выглаженными рубашками отглаженными брюками он не офисный работа работник работа хотела сказать нет он как бы голубой воротничок да белые воротнички это кажется офисные работники а голубые воротнички это средний класс рабочий такой который ходит в форме ну и я всю жизнь была форме медицинской медицинской форме которую ты сушишь стираешь и слушаешь стираешь и слушаешь и все кого не спроси а ты выглаживаешь свое белье на меня смотрят вот такими вот глазами наши русские девчонки с которыми я работала около 10 лет дентал ассистом опять заболталась буду собирать вот что я делаю тут у меня все накидала даже то что я вчера одевала накидала да ну да чё постоянно ходить и вот это вот убирать до каждой мелочи нет я не такая дорогие друзья я не перфекционист нет я нормальный человек так поставили в шкаф то что нам не надо ну и поехали сейчас будем все собирать я люблю вот такие вот спортивные топики вместо бюстгальтеров на косточки возможно это что-то такое лично женское но я считаю что это очень удобно ничего тебе не давит я уже десятилетия не ношу косточки у меня есть да иногда я может быть оденусь ради какого-нибудь шоу с мужем да ну а на каждый день я просто одеваю спортивные бюстгальтера и все дальше футболочки в жизни никогда не глажу футболки ничего только сворачиваю и идет шкафчик так все мои топики вот такие вот так у нас их даже носят никак без галтера а даже и без ничего умудряются приходить сколько я тут видела летом барышей вот таких вот прямо в трусах чуть ли не в нижнем белье но это у них такие шорты но она же у них потому что ноги жирные все вот так вот закатывается а и по барабану все кстати если вы видели всякие вот эти смешные видео про американцев что они ходят такие толстые обтянутые чуть ли не в полупрозрачных колготках у них все видно в общем смешные да да но так и есть я тут насмотрелась даже скажу что у нас еще поскромнее у нас еще поскромнее так что за месседж мне пришел так я сейчас отключусь дорогие друзья мусор какой-то так полотенечко пока пойдут на этот стульчик полежать все свои красные футболочки люблю вот красный цвет люблю синий да и вообще все цвета люблю так кофтюлька моя тоже пойдет на вешалку да дорогие друзья я получила посылку среда кожаные туфли туфли я вам покажу европейские чистая кожа абсолютно новые так бразилия я не знаю дорогие друзья ну вот сами смотрите они были без этикетки может быть если кто-то и одел один раз я сомневаюсь ой запах кожный made in brazil привезли привезли из европы потому что эйбл семь с половиной м не знаю я привезли из европы не привезли но они на меня супер и это такой на поднарядные брючки и даже платьица под юбочку на низком ходу потому что высокий ход я уже весь извела у меня были на такой тонкой тонкой высокой шпильки я еще год назад отдала среда по и они продались теперь меня остались только нарядные туфли значит есть одни с острым носком ну я вам могу показать сейчас сейчас покажу вот они такого цвета сейчас я вам покажу эти я купила упакованные новые да смотрите какая красота такие туфельки у меня тоже на низком ну и купила чёрные потому что черных на низком таких нарядных как бы не было вот и все и меня достаточно будет они удобненькие на меня кожаные я уже не буду ничего другого искать потому что нету их все нету таких товаров которые бы мне подошли и по деньгам и так далее чтобы не было какая-то дешевка натуральная кожа так и дальше и брючки и свитерок тоже я получила одежду я вам потом покажу вы увидите сейчас я не буду показывать потому как она у меня нарядная да но такого ярко-красного цвета свитерок и чуть-чуть более притушенного красного цвета брючки да все европейское made in china но ясно что это дорогие товары произведенные для там италии франции германии но в китае я в мое платьица томми хилфигер тоже пойдет на вешалку платье свитер некоторые женщины отдают все прямо скопом среда вытаскивают с вешалки и все отдают среда и закупают себе новое я знаете такого плана человек что я немного даже привыкаю к хорошим вещам и не хочу ее отдавать вот эту кофточку я купила во фреда я ее относила на работу это хэбэ и она еще тянется она правда тоже стала на мне больше больше висеть но мне зачем было ее отдавать я специально ее покупала для работы видите тут карман я всегда носила тут телефон потому что у нас работнички только как говорится на работу придут и и бегом так а это стирку пойдет и бегом там что-то сделают их хлоп усаживаются телефон зубы и шаркают по телефону так домашние костюмы мои да дорогие друзья я думаю а я что я ж не лысо я ж не лысо тоже хочу в свободное время не сидеть потому что работаешь с такими людьми которые могут еще и сами себя развлечь понимаете вот и ты сидишь одним глазом на них на них а другим глазом свою мобилку да да так все ясно смотрите дорогие друзья что случилось с моей футболкой понятно показываю сейчас какая химия вот это вот футболочка ой лежала у меня стирки и я прежде чем засыпать порошок и включить налила туда смягчитель для воды и думаю я уже остатки вылила и бутылку выбросила чтобы не стояла пустая бутылка но я в тот же день не включила машинку а включила на следующий день и получается что это вещество попало на футболку но я даже и не думала что оно покрасит оно такого яркого ой яркого бледного голубого цвета сиреневая елки палки вот это зачем мне такой смягчитель а дорогие друзья что смягчать то мне вот я не буду больше последний раз купила вот с Владиком в Walmart больше эту химию не буду оно мне испортило футболку оно мне испортило футболку а мне эта футболка очень нравилась потому что она такая свободная цвет такой приятный желтенький короче попробую водой залью или побрызгаю вот этим вот средством вот пятен две желтые футболки пойдут в стирку да так вот опять мой бюстгальтер вот такой он вот видите такая ткань если то такой топик спортивный можно как лифчик так это бюстгальтер бюстгальтер но он абсолютно без косточек года уже покупаю так вот эта рубашенция будет повешена повесим ее повесим дорогие друзья сегодня у меня день наведения порядка потом пойдем красный холодильник разбирать то есть бокалейный холодильник он у меня работает как шкаф я уже говорила нужно посмотреть что там выкинуть надо так вешалка застряла да дорогие друзья клеточка удобненькая рубашечка так дальше ночная рубашка ну все ночные рубашки я покупаю эту я купила онлайн но иногда в волмарте иногда в волмарте попадаются неплохие да хочу вам сказать я взвешиваюсь ну так как я когда я начинаю ездить на самокате да то потом становишься на весы и оно на пару сот грамм меньше естественно ты не худеешь сразу худеешь ты постепенно по пару сот грамм и я такая встала в ночной рубашке на весы весы у меня тут такая смотрю ничего не изменился вес потом думаю ой я же ночной рубашки я ее сняла взвесилась в чем мама родила 600 грамм минус дорогие друзья не знаю сколько минус от самоката потому что я не взвешивалась до и после может быть на пару сот меньше но рубашку сняла и 600 грамм минус да в принципе я взвешивалась в рубашке я была в том же самом весе что и вчера точно а когда сняла рубашку 600 грамм минус и я увидела что я таки скинула на пару сот от самоката да а что вы себе думаете ты же едешь во первых у тебя правая нога ты постоянно вот так вот когда ты отталкиваешься левой ногой у тебя правая нога тоже работает ты как бы немного приседаешь в общем я не знаю друзья это не просто так что ты встал вот так ногой вот так вот пару раз сделал и поехал ничего подобного вот попробуйте попробуйте я говорю что на велосипеде ездить легче особенно на электрическом естественно если ты возьмешь велосипед сядешь крутить педали и покручишь США 3-4 то ты поймешь что такое велосипед а электрический велосипед это коду под хвост это так для добирания на работу это для добирания на работу дорогие друзья да я естественно не смогу использовать свой самокат для добирания на работу потому что я не смогу поехать в херки мер вы же понимаете у меня сколько времени уйдет наверное несколько часов в общем дорогие друзья это сложно но для того чтобы получать удовольствие и заниматься спортом вокруг да около это да это прекрасненько прекрасненько для для занятия спорта для для занятия спортом извините так что у меня тут осталось еще малюсенькие полотенечко и осталось носки разобрать единственное что я разбираю для мужа это носки в общем нижнее белье и идет в комод в спальне свое и мужа остальное вот я ему вешала когда-то все футболки на вешалку он все это сгрузил потому что ему неудобно ему это не нравится тонкие футболки в одну сторону плотные футболки в другую положил все все как ему нравится да и больше я не собираюсь заниматься его бельем потому как вы сами понимаете что каждый должен ложить вещи так как удобно ему ну а вот носки я вот так носки и ложу и все вот так дорогие друзья чем бы я еще не занималась да сейчас поеду опять на самокате делать немножечко поезжу потом приеду буду разбирать бокалею свою да потому как недавно я думала у меня вегеты нет а Владик раз нашел вытащил из этого бокалейного холодильника я думаю опачки это хорошо привыкла я с вами болтать не знаю или оно вам надо разбирать вместе со мной стирку мою или не надо кстати этот ящик который я купила на тему для стирки он такой удобный в него столько помещается белья я его всегда только на четверть заполняю никогда не заполняю на большее количество никогда так главное чтобы не потерялся носочек где мой носочек еще один а вон он упал носочек то упал да вот он ой носочки взяла новые да вот синтетика тоже раз постираешь и он вот такой вот весь ну вы понимаете в общем негладкие становятся негладкие а такие как будто бы ты их уже не знаю сколько носишь вон какое качество смотрите как будто бы ты уже носишь их не знаю сколько а они новые я только недавно купила так ну что кучки сделали и теперь эти кучки будем раскладывать тут у меня нижнее белье ой не нижнее белье что я говорю вот тут у меня полотенце вот там полотенце пододеяльники постельное белье и бумага имеется ввиду полотенце бумажное все даже я с вами быстрее разобрала это все теперь беру вот эти все кучки кучи малы сложенные кучи малы сложенные беру иду туда в спальне раскладывать в комод ну все убрались мы а вот это то о чем я вам говорила вчера же я вам рассказывала про жилетку и сказала что у меня есть еще такая типа шубка такая да смешно она такая тонюсенькая на пуговицах вот о ней даже не помню где я ее купила но она такая просто на холодную погоду это не на зиму по-моему дорогие друзья я ее купила на зулили да кармашки тут кажется зулили уже нету зулили да такой сайт был интересный точно точно я ее по-моему в прошлом году даже ни разу не одела она висит в шкафу у меня ну ее я сто процентов не буду никуда ни отсылать ни выкидывать не буду так что тут написано да это я купила на зулили она дорогие друзья прозрачная если так посмотреть не знаю сейчас может быть вот так вот вы будете видеть да видите какая она прозрачная тонюсенькая тонюсенькая и написано made in italy ну ясно что это сделано в китае просто итальянские мотивы этот сайт он как бы вообще зулили так и было z-u-l-l-y откуда я узнала что он out of business может я где-то прочитала я не помню надо перепроверить и там многие товары сейчас покажу еще одну кофточку вот она вот эту кофточку это стопроцентный хлопок я покупала себе и дочке только в разных размерах да тоже было сейчас посмотрим ой извините друзья это я порошок нанюхалась катон где было произведено я уже не помню где было написано в общем зулили это такая была общая марка общее название и под ней продавалось очень много с разных магазинов товаров и были хорошие да хорошие товары хорошие китайские товары вечно я себе что-то делаю вся прямо то синяк у меня то вот тут что-то я сделала но это уже зажило а нет какое зажило это я обожглась сегодня точно я льдом сразу затерла и оно перестало болеть вот это зажило вот тут у меня была короче я как тот какой-то фильм был такой приколы такие тут у меня нога отрывается тут рука отрывается тут у меня нос и так далее какие-то приколы когда мужчины между собой там что-то говорят а у меня вот это а вот ты так можешь в общем я не помню так и я вам это показываю так ну что друзья в общем рассказала я вам про зулили про шубку про шмубку иду в магазин смотрите дорогие друзья что я сделала с этой футболкой я просто налила белизны закрыла там пробочкой в общем мне кажется что вот эти пятна которые я показывала темные от этого смягчителя ушли но будут желтые разводы в общем будет отбеливаться посмотрим все равно мне ее выкидывать посмотрим что получится я зашла в цену доллар дорогие друзья не снимаю вам дорогу потому что не взяла вот эту штуку которую вставляю чтобы звук убрать просто мне нужно было в магазин так мне нужно купить кое-что я вам покажу что но я не знаю как это называется это для того чтобы подогревать кастрюли увидите сами так тут все порошки и средства это мне не надо так вот мне нужны дозочки 1-2-3-4 1-2-3-4 вместо корзины буду в мешок складывать так показываю вам о какой огромный мешок есть магазин еще долларама вау какой огромный даже не помню откуда я взяла по-моему у дочки взяла и буду распределять такие дозочки это варенье вот возьму маленькие и большие такой длиннющий мешок а вот еще какие есть короче целую кучу полетела у меня все из этой коробки так не знаю большие мне не нужны разве не большие мне не нужны маленькие только так вот набрала распределю все и посмотрю потом так еще мне нужно еще что-то я вам говорю только я забыла как оно называется но оно по-моему в другой стороне кажется тут должно быть где-то такие кругляшки которые подставляешь под мои кастрюльки у меня получается такой буфет где греется все непонятно где оно вроде вот тут должно быть вроде вот тут вот должно быть но их просто нету поэтому я их не вижу вот оно что-то типа такого кругленького которое греется так может тут сейчас надо будет спросить у кого-то наверное думают с кем это я разговариваю а может и ничего не думают но во всяком случае Владик здесь покупал когда-то да сейчас спрошу у тетенек так а что здесь так цена и осталась видите 10 долларов ой сколько коробок пришло новые товары пришли вчерашние поезда привезли нам это все вот это все нам привезли да на новый год надо разгружать сейчас еще посмотрю но скорее всего их нету я знаю как объяснить и спрошу сейчас там очередь на кассе сегодня пятница вот она я там приветики пятница и поэтому есть люди в магазине есть люди в Голливуде люди в Голливуде так что мне надо шоколада сейчас посмотрю здесь одноразовые билки, ложки тут всегда все на скидке всякое разное а что тут для кошек, собак так в эти отделы я никогда не захожу с едой это все еда я опять натянула свою ту маленькую жилетку черненькую теперь я ее так буду называть и скажу что мне даже жарковато в общем иду спросить иду спрашивать а люди не заканчиваются ну ладно ого длинная вереница да скорее всего что я закажу в Амазоне и она мне придет через два дня ура товарищи нашла короче я объясняла тут написано гельф и чайфинг фуэлл и только я теперь только я теперь не уверена что это того сайза того размера по-моему у меня было меньше не знаю но я по-любому возьму две штуки она говорит следующий раз когда будешь спрашивать скажи фуквик флейм типа для быстрого огня для быстрого пламя я объясняла объясняла но она меня поняла да по-моему подходит но у меня две кастрюли так что мне две хватит снимаю пока стою в очереди два часа может гореть вот у нас видите сигареты по какой цене 11 86 12 92 это конечно не реклама а в Канаде все сигареты закрыты да я выключаюсь так как тут полно людей друзья там образовалась такая очередь из-за одной бабульки которая покупала сигареты и то и не тот цвет то и не в общем все не то и все не то я просто иду ну расскажу вам и стояла очередь человек 7 это очень много для форт плейна тут всегда 1-2 человека один продавец был и продавец сто раз извинился но все люди стояли молча такие все палают все такие вежливые да в общем что говорить американцы здесь они очень добрые очень вежливые люди хочу просто вам показать что они тут делают ведутся какие-то работы вот там вот выбросили всю мебель стулья какие-то диваны в общем старье все мы же ни разу своего ну ничего не выбрасывали так как у нас столья в доме нет наверное тут будет вход это они будут делать тут студия студия ну вот это вот офис маленький генератор если на случай свет отключат 5-й кофе вот мне интересно он же по-моему сейчас не работает и кто-то тут запарковался очень странно я как всегда заглядываю в окна столь офис но кто-то припарковался здесь интересно да он работает только во вторник раньше работал и четверг и вторник а теперь только во вторник сегодня у нас пятница буду машины пугать посмотрите как они будут меня сейчас оближать все нечего тут носиться нечего носиться с неположенной скоростью у нас тут полиция прячется иногда но во всяком случае очень часто ловят машины которые нарушают скоростные правила за 4 года я насмотрелась да такс сейчас пропустим школьный автобус сегодня теплее всех пропускаю я добрая хотя я уже могла сто раз перейти но я говорю пусть едут всегда так нету-нету машина а потом откуда ни возьмите сразу веренится заходим-заходим дорогие друзья приглашаю вас в гости утром у нас было туманно холодно а сейчас опять а сейчас опять потеплело так сейчас я установлю телефончик и покажу вам что у меня есть посмотрите какая огромная коробка и что в ней будет а в ней будет сущий пустяк сейчас покажу все пустая вот что так сейчас показываю вот это наша система фильтрации значит к ней шел такой же ключ только пластиковый вот эти вот пластиковые штуковины они никак не откручиваются сверху а ключ пластиковый который дали хватило только на три раза ну представляете как делают да хватило только на три раза мы вчера уже и подогревали и ставили под воду никак вот эти колбы невозможно открутить мы раз в полгода 7-8 месяцев меняем эти фильтра фильтра мы заказали открутить Владик так и не смог мы заказали новый ключ уже железный как я смотрю диаметр очень большой пришел и главное что он мерил понимаете он же его мерил и какой огромный диаметр но главное что написали сейчас увидите USA сделано в Америке все мое лицо может поместиться здрасте я ваша тетя да дорогие друзья придется отдавать назад он вчера пробовал не какой вчера позавчера время так летит быстро ну в общем все и мы пока купили водичку в бутылках потому как мы пьем воду делаем же свою минералку и мы купили простую воду в галлонах чтобы делать минералку да это все равно выгодней покупать обыкновенную воду делать воду газированную чем покупать сразу газированную воду в общем я вижу что ключ не подойдет будем ждать Владика что он скажет